Ребятки, всем привет! Рада вас приветствовать! В комментариях у меня просили Юля, покажи свою рассаду, как она выглядит, что у тебя уже выросло, что не выросло. Ребятки, показываю. Вот разложила все на столе, трудилась, раскладывала здесь, таскала. Потому что все это стоит у меня у окна, там в комнате. Я приставила к окну стол. Он у меня такой двухъярусный, с надставкой, и там все это стоит. Но это еще не все. Это я показываю вам только то, что взошло. Потому что у меня куча семян и замоченных, это касается семян томатов, и горький перец только-только начал прорастать, я его сюда не доставала. Ну, в общем, так, показываю. В этом году я завела тетрадочку и все здесь пишу. Даже указываю цены, которые потрачены на семена, дата замачивания, дата проклевывания, дата, когда я семечко погрузила в грунт и так далее. То есть, чтобы знать возраст своей рассады. Ну, здесь вот разное такое количество. Еще раз я сразу, вернее, скажу, что за мной не повторяйте по срокам и так далее. Потому что я начинающий огородник, начинающий выращиватель рассады, поэтому за мной не повторяйте. Итак, я начну с перца. Вот здесь у меня три ящичка. Эти, видите, немножко, они как к окну тянулись, к солнышку, поэтому туда головки их смотрят. Вот, мне часто пишут, Юля, не трогай свои растюшки руками. Нет, в моем случае я наоборот передаю им свою энергию любви. Вот, у меня здесь три одинаковых сорта, но, как видите, перец почему-то по-разному растет. Вот, грунт один и тот же. Вот здесь лучше всего, больше всего он как-то нарос. Вот здесь вот поменьше, хотя эти два ящика были посеяны. Нет, вот эти два ящика посеяны одновременно, вот. А этот позже, но он больше. Возможно, из-за того, что позже семена проклюнулись, я их в землю посадила. Но были солнечные дни, видно, солнышко пригрело их, и они вот так вот выглядят. Сейчас, давайте я вам назову дату. Так, и сорт, да, это у меня три ящичка, три лоточка. Вот в таких лоточках я и покупала в прошлом году. Вот, кстати, сорт Husky F1. В этом году гибриды я сеяла впервые. Посмотрим, что вырастет. По отзывам, по рекомендациям мне советовали именно этот сорт. И я посеяла, в пачке было 100 семян. Цена его была 229 гривен, 229 гривен за 100 семян. И я все посеяла. Мне написали, Юля, куда ты столько сеешь? Ребята, у меня большой огород. 20 соток, из них засаживаем мы около 15. Поэтому нужно все равно чем-то засаживать. И я делаю много заготовок. Ну и плюс у нас война, поэтому как бы военное время, да. И запасы не помешают. Пусть будет. Будет лишнее, буду раздавать. Ничего страшного. У нас семья большая, родственников много. Если будет излишек, пожалуйста, приезжайте, рвите и так далее. Ну, посмотрим, что будет. У меня очень большие надежды на этот перец. Значит, по срокам. Я сейчас вам скажу. Я его замочила, все 100 семян, 16 февраля. Сегодня у меня, в реальной моей жизни, 18 марта. То есть, ему почти месяц, вот этому перцу. Значит, я его отправила на проращивание. Каким образом? Просто в ватных дисках. Их намочила, туда кинула семена. И вот они лежали на проращивании. 16 февраля я их в ватные диски положила. И 21 февраля они у меня уже проклюнулись. И я их вот сюда засунула в грунт. Покупной грунт у меня. Землю я с огорода не беру. Мне в прошлый раз не понравилось. Потому что это земля воздушная. Видите, такая рыхлая. А все-таки с огорода земля при поливе, она как-то становится просто как камень, как кирпич. Мне не нравится. Поэтому, да, трачу деньги, покупаю покупной грунт. Так, что еще вам сказать? 5 суток всхожесть очень хорошая. Из 100 семян у меня здесь проклюнулась и выжила. Надо посчитать, но, по-моему, где-то 83 штучки я насчитала. Да. Но я считаю, из 100 семян это неплохая всхожесть. Вот так вот они выглядят. Вот семидольные листочки. Здесь уже настоящие листочки. И вот сейчас можно наблюдать. В принципе, настоящие листочки, у них хороший зеленый цвет. А вот эти семидольные, видите, начинают желтеть. Это ничего страшного, за это не нужно переживать. Потому что они просто начинают желтеть. Они потом все желтее и желтее и отпадают. Это естественный процесс. Они не нужны и растение их просто сбрасывает. Вот скоро они будут желтее еще больше и отпадут. И вот так вот выглядят мои перчики. То есть почти месяц им. Вот, смотрите, у меня я специально наполовину наполняла землей. Потому что именно вот как раз сегодня, пока я все это сюда поставила, что я сейчас с ними сделаю? Я беру, ребятки, вот такая обычная, не знаю, шпажка, палочка. Можно вот этим острым концом, можно тупым. Я вот так вот обязательно их рыхлю. И то, видите, у меня вот образовывается, но это зависит от грунта. Почему такая штука? Я не знаю, видите, образовывается белый такой, как налет. Где-то меньше, где-то больше. Вот, в этих контейнерах у меня сделаны внизу отверстия, дырочки. Вообще эти контейнеры предназначены, чтобы в них ставить стаканчики. Но я в них прям вот сею семена. Я вот так вот рыхлю между рядья, обязательно, перед поливом. Вот, и вот так вот прохожу. У меня, видите, раз, два, три, четыре, пять, шесть рядочков, в каждом по четыре растения. Вот, я планирую не пикировать их из этой емкости. Я аккуратненько рыхлю между рядья, вдоль и поперек. Не сильно глубоко, аккуратненько. Вот таким вот образом. Вот, это я делаю перед каждым поливом, так? Но сейчас я их прорыхлю, ребятки, и я хочу досыпать земли. Если вы видите, да, если вам видно, то контейнер наполнен наполовину. Дальше я земельку просто, грунт вернее, подсыпаю. Хотя это, конечно же, не томаты. То есть, перец не имеет свойства наращивать вот эти вот боковые корешки на стебельках, да, на стволиках, так называемых томат. Да, он наращивает, перец нет. Но все равно, видите, он, ну, возможно, подвытянулся чуть-чуть, возможно, тонковатая ножка. Сейчас самое время их уже удобрять. Ну, я в пути, я в пути в магазин за удобрениями. Потом обязательно вам расскажу, чем именно я их буду удобрять. Но на данном этапе, как я понимаю, им нужен подкормка азота. Им нужен азот. Ну, что-нибудь в магазине такое куплю. В общем, я подсыплю земли. Я думаю, что она их и поддерживать лучше будет, и дополнительное питание будет. Потому что частично корешками они из этой земли, а он удобренный уже идет, да, торфяной и так далее, с какими-то добавками. Они уже, может быть, вытянули, а новая земля плюс полив им даст все равно какое-то питание. Поэтому я их сейчас все рыхлю и подсыпаю землю. Так, ну, не будем на них задерживаться. Дальше поехали. У меня очень много перца. Дальше у меня перец вот здесь. Видите, тоже образуется такой вот налет. Сейчас я буду все рыхлить. Так, это перец у меня здесь три сорта. Я психанула и смешала их все вместе. Перец здесь колобок, царица и молдова. Если вот это дорогущие семена, то это самые дешевые. Купила в дешевом магазине буквально по 5-7 гривен. Я их смешала вместе. Вот это вот чуть-чуть раньше посеяно, а я вам сейчас скажу даже. А вот это тот же самый перец, но чуть-чуть позже. Видите, тут влажнее земля. Так, сейчас я вам скажу. Где, где, где? Сейчас я секунду найду в своей тетрадке, что у меня тут записи, понимаете. Замочила. Я их 6 марта, вот эти вот семена, долго они у меня проклевывались. И 11 марта, ну как, не очень долго, да. 11 марта вот это вот посажено, посеяно уже проклюнувшимися семенами. А 16 марта вот эти. А у меня сегодня 18 марта. Представляете? То есть два дня и они уже взошли. Вот чем мне нравится сеять именно проклюнувшимися семенами. Вот сколько я сюда положила проклюнувшихся семечек, да, столько и взошло. То есть у меня нет, как бы, видите, и здесь нет, благодаря этому способу, нет пустот. Потому что мне постоянно пишут, зачем их замачивать, ждать, пока проклюнутся, сразу кидай в землю. Вот представьте, например, из 100 у меня там 83 взошло. Где-то были бы пробелы, но это еще хорошая схожесть. Но у меня есть такие сорта, вот здесь, видите, у меня их было семян штук 50. Ребята, вот это все, что проклюнулось. Калифорнийское чудо, дешевый, за 7 гривен пачку покупала. И красный великан, вот все, что есть. Все, больше нет. Видите, схожесть какая плохая. И представьте, если бы я вот их сюда посеяла, у меня бы была просто пустота. И как бы я грунт потратила, который тоже недешево стоит. Поэтому я предпочитаю проклюнувшимися семенами. Вот, этой рассаде 2 дня получается, этой неделя. Вот, но они, посмотрите, это догоняет вот эту. Вот, ну конечно, мне не нравится этот налет, сейчас буду все это рыхлить дело. Дальше, ну за этот я уже сказала, да, что это калифорнийское чудо и красный великан. Ну вот, все, что есть. Ну пусть будет. Дальше, давайте посмотрим на вот эту вот какую-то странную коробочку. Ребятки, знаете, что это такое? Это лук эксибишн. Я его выращиваю впервые. Насмотрелось видео на том же ютубе, да, в интернете. Все выращивают, санят, вырастают огромные такие луковицы. Я тоже захотела. Ой, их и в улитку сеют. Я думала в улитку, но так как у меня, кстати, очень удобные емкости от тортов. Не выбрасывайте. Я теперь буду собирать в течение года. Если бы я вовремя спохватилась и их раньше собирала, у меня бы было их много. Но, к сожалению, всего лишь 4. Очень удобно сажать. Они настолько высокие. Толстый такой пластик, довольно-таки, ну устойчивый, особо не гнется. Вот, крышка есть вот такая. Либо сверху накрывать, либо как поддон использовать. Вот, ну в общем, ребята, схожесть вообще никакая. Дорогущие семена лука эксибишена. Сейчас вам скажу. Ну как, может не очень дорогущие. 45 гривен эта пачка. В пачке было 100 семян. Ну и на секундочку, из 100 семян вот что-то тут торчит непонятное. Вот это я переносила, поднимала из земля немножко. На самом деле она влажная, она мокрая. И тут такая трещинка пошла. Ой, сейчас я поломаю тут. Вот, сейчас вам скажу по срокам. Когда же я его посеяла? Значит, лук эксибишен я посеяла прямо сухими семенами. Возможно, их нужно было как-то замочить. Я не знаю. Сухими семенами. И присыпала тонким-тонким слоем земли. Сверху пакетик, чтобы такой, как парничок, тепличка был. И он у меня стоял, стоял, стоял. Значит, 3 марта я его посеяла. И первый росточек уже взошел 5 марта, через 2 дня. Я пакетик начала потихоньку открывать. Но вот 5 марта первый проклюнулся отсюда из земли. Сегодня уже 18 марта. Вот это я так понимаю, что больше не... А может быть, что-то еще взойдет. Если присмотреться, то вот какой-то еще может... А вот сходит маленький. Это вообще сорняк какой-то. Ну, короче, мне кажется, что больше ничего не взойдет. Ну, да ладно. Это первая как бы проба моя. Так, дальше, ребятки. Вот это вот выращиваю через рассаду впервые. Это баклажаны. Значит, это баклажан. Сорт у меня алмаз. Это самый популярный такой сорт. Значит, я его тоже в ватные диски на проращивание положила 25 февраля. И 4 марта они... Это же я в тетрадь подсматриваю, вы поняли? 4 марта они у меня проклюнулись. Ну, как бы не все. Я еще сутки подождала. И 5 марта я его весь сюда выложила. Даже те семена, которые не проклюнулись. Вот. И начал сходить он 9 марта. Напомню, сегодня 18 марта. Баклажаны. Потратила я на эти семена всего лишь 7 гривен. Их там довольно-таки большое количество. Мне этого хватит. Ну, вот где-то вот позже, видите, взошел. Вот. Посмотрим, как они разрастутся. Буду ли я их пикировать, не буду ли. Но не хотелось бы. Вот мне хотелось бы, чтобы до высадки они здесь, это самое, обитали. Так. С баклажанами разобрались. Дальше. Что у меня вот это? Вытянулась, ребятки. Это базилик. Значит, вот здесь, вот в этом контейнере. А сейчас буду их поливать, земля уже подсохла. Это базилик зеленый. Зеленый сорт. Вот. Как я его сею? Я вам рассказывала, что базилик на облагороде у меня не получается вырастить. В прошлом году выращивала точно так же через рассаду. У меня огромнейший был урожай базилика. Вот. Поэтому посеяла точно так же. Я его не присыпаю землей. То есть, грунт насыпали. Семена. Вот как посолили мы землю. Они не все взойдут. Не бойтесь, что их там сильно много. У меня их было гораздо больше. Взошла где-то половина. Я как бы уже об этом знаю. И так не мелочаюсь. Прям так хорошенько солю землю. Они черные, маленькие. Такие, ну не знаю, как... Ну, крупнее, чем мак. Но мелкие семена. Вот. На увлажненный грунт мы сверху посеяли. И дальше беру пульверизатор. Пшик-пшик-пшик. Делаю прямо вот так вот. И вот по срокам этот базилик я 3 марта вот так вот сделала. Сверху запшикала. Сверху пакетик. То есть, землей не присыпаю. Семена лежат на поверхности земли. Уже через час можно наблюдать, как они прям набухли. Поменяли цвет. Вот. И смотрите. 3 марта я вот сюда его посыпала. И так, 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 так. Сейчас потерял. И взошел он у меня 5 марта. То есть, двое суток, и он начал сходить. Я пакетик сняла. Эту мини-тепличку такую организованную, да. И все. И вот он растет. Значит, он взошел 5 марта. Сегодня 18 марта. А это фиолетовый базилик. Он вообще вытянулся у меня. Но ничего страшного. В прошлом году у меня было то же самое. Я сейчас буду сюда подсыпать землю. Рыхлить, подсыпать землю и поливать. Это фиолетовый базилик. Но в прошлый раз он был у меня еще чуть меньше. Я вам его показывала. И мне все в один голос написали. Юля, этот зеленый. Это никакой не фиолетовый. Но, ребятки, если присмотреться, уже начинают образовываться фиолетовые листья. Но все равно я не знаю. Хотя, это тот же сорт, что был в прошлом году. Почему он не фиолетовый, я не знаю. Хотя, вот здесь вообще фиолетовых пятнышек нет. А здесь виднеются. Вот, ну вот, вот. Может быть, он еще поменяет цвет. Я не знаю. Что-то я не помню. В прошлом году сразу он у меня фиолетовый выскакивал или нет. Но пачка прошлогодняя. Тот же самый. Вот так вот я выращиваю базилик. Вот. Надеюсь, что мне хватит его. Ну, в общем, и все. И осталось вот это вот несчастье. Несчастье, ребята, петунья. Первый мой опыт. Мне сразу говорили, куда ты столько семян. Ребят, купила самую дешевую упаковку за 7 гривен. Смесь красок называется петуньи. Вот. Первый раз открыла. Они настолько мелкие, мельче, чем мак. Я сыпала, сыпала. Думаю, ну, не все взойдут. Не все. Мне писали, что схожесть у них. Это такая трудоемкая работа. Это нам должно повезти, чтобы петунья вообще выросла и так далее. И я так посыпала всю упаковку. Хорошо, хоть в три плошки. Вот. И тут просто лес. Лес у меня как начал лезть. Я посеяла 1 февраля. Ну, видите, он немножко разный. Пачка одна. 1 февраля посеяла. И зашли они уже 3 февраля. Сегодня 18 марта. Я еще раз повторяюсь. Вот. Значит, я уже раз показывала, да, но как-то руки мне не дошли. Честно, я покручусь, покручусь. Я не знаю, с чего начать, как мне его пикировать, как рассаживать. Я, наверное, вот сейчас смотрю на него, и мне больше в голову приходит мысль, что взять, допустим, если вот здесь вот, то взять, оставить. Вот эту оставить. Вот там где-то оставить. А остальные прям вот так вот, не щадя, взять и... У меня есть пинцет такой небольшой, и их просто пинцетом повыдергивать. И также здесь посидеть, сесть вот на стульчик, на диванчик, и аккуратненько этот самый. Ну, во-первых, мне столько много не надо. Ну, вот такой вот первый опыт, зато буду знать. Ну, вот здесь, конечно, даже пинцетом сложно где что-то дергать. Ну, в общем, вот такая у меня рассада, ребятки. Пройдет еще, я не знаю, наверное, недели 3, как минимум. И я сниму еще одно видео, как раз и эти растения покажу. Расскажу вам, чем я их удобряю. Вот. И как раз подрастут у меня уже в тому времени томаты, и острый перец, и еще что-то там я сеяла. Цветочки. Львиный зеф я посеяла, но он еще не взошел. Ну, в общем, вот так вот. Вот такой вот видеообзор. Вот. Всем хороших урожаев. Как раз, я знаю, что есть зрители, которые тоже выращивают. И им просто интересно со своей рассадой сравнить. Вот. Это такой занимательный процесс. Ну, в общем, на этом все, ребятки. Всем хороших урожаев, как я уже сказала. Будем надеяться, что все будет хорошо. Этот сезон всех нас порадует. Вот. И до новых встреч. На этом я с вами прощаюсь. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok